БИСМИЛЛАХИ РРУХМАНИ РРУХИМ АЛЬХАМДУЛИЛЛЛАХ ВАССАЛАТУ ВАССАЛАМА АЛЯ РАСУЛЛИЛЛАХ ВАЛЯ АЛИХА ВАССАБИ ХАДМА АММА БААД Продолжим грамматический разбор Сура АЛКАРИА Мы остановились на 6 аете ФААММАМАМАН СТАКУЛАТМУАЗИНУ И начали разбор частицы АММА Мы сказали, что АММА это ХАРФУ ШЕРТИН ВАТАВСЕЛИН ВАТАУКИДИН То есть это условные частицы Частицы подробного изложения Разъяснения кратко изложенной Предыдущей или скрытой подразумеваемой речи Также это частицы усиления В предыдущем уроке мы подробно поговорили об этом Приводя примеры Мы сказали, что АММА замещает УДАЛЕННЫЕ ИСМУ ШЕРТ ВАДЖУМЛАТУ ШЕРТ То есть условное имя и его условное предложение И что основа, например, предложения АММА ЗЕЙДУН ФАМУН ТАЛЬХУН Что касается Зейда То он отправляется в путь Его основой является МАМА ЯКУН МИНШЕЙН ФАЗЕЙДУН МУНТАЛЬХУН Как бы ни было Зейд отправляется в путь То есть он твердо вознамерился Решился на это Здесь наблюдается усиление смысла Значит, МАМА это МОПТАДА ИСМУ ШЕРТА МОПТАДА Условное имя, являющееся подлежащим После которого приходит глагольное предложение Состоящее из глагола ЯКУН Который здесь не является недостаточным То есть является полным То есть он здесь имеет фааль А не ИСМИ И ХАБР А ШЕЙ здесь является фаалом ШЕЙ ФААЛ Так вот глагольное предложение ЯКУН МИНШЕЙН Это фааль ШЕРТАН Условное предложение А именное предложение Зейдун МУНТАЛЬКУН ЖУМЛЯТУН ИСМИЯТАН Это ДжОВАБ ШЕРТАН Ответное предложение В начале которого имеется АЛЬФА РРАБИТА ТОЛИ ДжОВАБ ШЕРТАН ХАРФА Являющееся связующим звеном Которое связывает ответное предложение С условным предложением Дальше мы говорим Что ЯКУН МИНШЕЙН ФАЗЕЙДУН МУНТАЛЬКУН Все это ХАБРАЛЬМУПТАДАИ Сказуемое подлежащим МАХМА Затем уже МАХМА Со своим сказуемым МАХАБРАИХА Все это ДжУМЛЯТУН ИСМИЯТАН Именное предложение ЛАМАХАЛЛАХАМЕНАЛЬАЛЬАРАБИ УЛЛАХУ АЛАМ Вот краткий разбор основы данного предложения И если мы говорим Что АММА замещает в собой То у нас вместо Остается Где Связующее ответное предложение С условным предложением То есть приходит Сразу же после частиц АММА Что недопустимо И выглядит некрасиво То есть добавление ХАРФА к ХАРФА АММА ФА Поэтому АЛЬФА переместили Образно говоря Отодвинули от АММА УХИРАТ АН АММА И поставили Межу подлежащим И сказуемым Ответное предложение После чего В итоге у нас Стало АММА ЗЕЙДУН ФАМУНТАЛИХУН Значит ФА Изначально Находилась перед МОПТАДом Подлежащим То есть словом ЗЕЙД В данном случае А затем была перемещена Отодвинута И поставлена Перед ХАБРАМ Сказуемым УХИРАТ АЛЬФА ИЛАЛЬХАБАРИ Однако разбирая Предложение Подобное этому Предложению АММА ЗЕЙДУН ФАМУНТАЛИХУН Все вышеупомянутые Не затрагиваются А просто ограничиваются Тем что говорят Что АММА Это ХАРФУН ФИХИМАНА ШЕРТЫ ХАРФ Указывающий На условия ЗЕЙДУН Это МОПТАДА АЛЬФА Это ВАКИАТН ФИХИРАБЫ ШЕРТЫ ФА имеется В изначале Ответа условия Связующая ФА АЛЬФА РАБИТАТУ АММУНТАЛИХУН Это ХАБРАЛЬМУПТАДА Сказуемое Подлежащего Ни ФАЛЬШЕРТ Ни ДжАВАБЫ ШЕРТ Ничего из этого Не упоминается Поэтому некоторые Даже называют АММА ГОЙРУ ДжАЗИМАТИН Не ставящий Глагол Состояние АЛЬЖАЗМ В усеченное состояние АЛЬФА Это просто ФА УЛЬДЖАЗАЙ Или ФА УЛЬДЖАВАБИ ФА указывающий На ответ На ответное действие Так как Весь упомянутый Высший Грамматический Разбор В данном случае Это всего лишь Теория Предназначенная Для облегчения Понимания Речи В которой Используется Подподобный Метод речи Или оборот С АММА И ФА На следующем уроке Мы уже перейдем К практическому Разбору Этого Шестого Аят В Аллаху Ана